Московское время 17 часов 3 минуты у микрофона Сергей Королёв. Всем доброго вечера. Разгорается скандал после публикации в МК статьи «Политическая проституция меняет пол». Автор Георгий Янс в негативном свете представляет деятельность трёх депутатов Госдумы из Единой России. Ирина Яровой, Екатерина Лаховой и Ольги Баталиной. Наиболее резко на публикацию отреагировал единоросс Андрей Саев, написавший в своём твиттере, что автор статьи и редактор сайта газеты за неё жёстко ответят. «Не забудем, не простим», — написал депутат. Главный редактор МК Павел Гузев в ответ обратился в Следственный комитет и в Генпрокуратуру, требуя возбудить против Саева уголовное дело из-за угроз в адрес журналистов и обеспечить их безопасность. У нас в студии одна из героинь статьи, напечатанной в московском «Комсомольце» Ольга Батальна. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Здравствуйте. И главный редактор МК Павел Гузев. Приветствую вас, Павел Николаевич. Добрый день. Ваша реакция, я сначала хочу к вам, Ольга Юрьевна, обратиться. Ваша реакция на эту статью, что лично вас задело, как воспринимаете упрёки автора именно в ваш адрес? Ну, прежде чем начать, я бы хотела спросить у Павла Николаевича, раз он сегодня является моим визави на этом эфире. Павел Николаевич, а вот вы под каждой фразой этой статьи подпишетесь? Нет, конечно. Конечно. А зачем мне под каждой подписываться фразой, когда... Я имею в виду, под каждым обвинением, под каждым фактом обвинения вы готовы подписаться? Да нет. Зачем же я буду подписываться под каждым фактом обвинения? Во-первых, никто ничего никого не обвинял. Давайте с этого. Это не судебное заседание и не обвинительный акт, а газета и я не прокурорское издание. Дело в том, что это... Ну, вы, наверное, депутат, вы должны прекрасно понимать, что существует свобода пресса и свобода слова. Это точка зрения журналистов, которые... То есть вы допускаете, что в этой статье размещена ложная информация? Нет, я не допускаю, потому что эти журналисты проверены долгим временем работой и за все время работы они не делали ни одной ложной... То есть вы считаете, что журналисты, прежде чем публиковать информацию, полученную ими, из каких-то источников ее перепроверили, она изложена достоверно? Если эта информация в двух-трех источниках повторяется, то она может быть уже принята за аксиому. То есть у ваших журналистов нет практики проверять информацию перед тем, как ее публиковать? А что вы имеете в виду под проверкой этой информации? Звонить кому-то из тех, кто высказывал ту или иную позицию? Конечно нет, поднимать первоисточники, я полагаю. Это неправильно, и первоисточники тоже поднимались. А, хорошо. Ну, тогда, если позволите, вот после того, как я уточнил позицию собеседника, я и продолжу. Не буду говорить пока о своих других коллегах. Мне кажется, было бы, учитывая, что я тоже фигурант этой статьи, и меня ровно так же, как и других двух моих коллег, назвали политической проституткой, нужно понять, в чем же, собственно, заключался с моей стороны, как мне сказал Павел Николаевич, проверенный из первоисточников факт вот такого моего политически неблаговидного поступка. Мне, в частности, в этой статье предъявили вину то, что я колеблюсь по мелочи. В частности, якобы я во время ратификации российско-американского соглашения придерживалась точки зрения, ну, видимо, по мнению автора, о том, что необходимо расширить усыновление детей в Соединенные Штаты Америки, а в дальнейшем, во время принятия уже другого закона, Дима Яковлева заявляла, что безнравственно перекладывать заботу российских детей на плечи других стран. И здесь приводятся две цитаты, сказанные вами 10 июля 2012 года, я так понимаю, и заявление, сделанное вами в декабре 2012. Ну, при этом, вот я благодарна Павлу Николаевичу, он признал, что поднимались первоисточники, таким образом, я могу рассчитывать, что он не от меня узнает о факте собственности награммы заседания Государственной Думы, которая размещена в открытом доступе на сайте Государственной Думы, из которой можно сделать вывод, корректно или нет, из этих цитат был сделан вывод о смене моей политической позиции. Так вот, я специально взяла две страницы этого текста, из которых в газету попало, ровно так же, как сначала и в блоге, только одна фраза. Вот эта стенограмма июжская, когда мы говорим о ратификации, да, она начинается, я буквально три фразы первую. Ольга Юрьевна, если можно, давайте, вот там всего один абзац, да, в этой статье по поводу вас. Например, депутат Батарина колеблется пока так по мелочи. Во время ратификации российско-американского соглашения об усыновлении Батарина заявила, «Отказ от ратификации, по сути, бросает на произвол судьбы всех детей, которые сегодня российской стороной никак не защищены. Они, к сожалению, не могут быть устроены для жизни на территории России». Но уже через полгода вовремя переколебалась. Ну, то есть означает, что точка зрения, видимо, сначала была лояльна к Соединенным Штатам, а в дальнейшем она уже сточилась. Видимо, так надо понимать использование этих цитат. «Безнравственно перекладывать заботу о российских детях на плечи граждан любой другой страны. Мы не имеем права лишать их родного дома, родной страны, возможности изучать родных традиций». Я просто хочу сделать сразу оговорку. Я сегодня открыл Википедию, страницу, посвященную Ольге Юрьевне Баталиной. И нашел там в разделе «Критика» ровно вот эти две цитаты, сформулированные практически тем же самым образом. Такое чувство, что автор статьи просто скопировал из Википедии. Ну, такое ощущение, что вообще вся статья от некой компиляции. Сопредседатель РПР Парнас Илья Яшин обвинил Баталину в лицемерии и конъюнктурщине. И все это приводится вот со слов Яшина 25 февраля 2013 года. И это печатает Википедия. Да, но только учитывая, что Яшин-то позволяет себе столь недостоверные высказывания в своем блоге, а уважаемая газета «Московский комсомолец», не поднимая первоисточник, повторяет их уже на полосах изданий. Так вот, я подняла еще раз стенограмму своего выступления в июле, когда выступала за ратификацию Российско-Американского соглашения, и скажу следующее. Начинается стенограмма со следующего. Я абсолютно разделяю позицию о том, что международное усыновление – это исключительная крайняя мера для устройства российских детей. Конечно, дети, рожденные на территории Российской Федерации, должны воспитываться в российских семьях. Но, к сожалению, этого сегодня нет, и нет во многом по объективным причинам. Так возникает вопрос, если сегодня по факту существует международное усыновление, должны ли мы защищать интересы тех детей, которые уже сегодня воспитываются за рубежом? Дело в том, что ратификация соглашения был акт ужесточения правил усыновления, а вовсе не их смягчение, как совершенно ошибочно полагают блогеры, ну а вслед за ними уважаемая газета «Московский комсомолец», хотя после таких публикаций не знаю, насколько уважаемая. Поэтому рассказ о том, что были подняты первоисточники, что эта не шаблонированная компиляция, к сожалению, не имеет под собой основания. Это компиляция. Я бы хотел, значит, или мы прервем нашу беседу, и я уйду, или мы, так сказать, я же, так сказать, вам не говорю сейчас, уважаемый вы депутат, компетентный вы или некомпетентный. Давайте мы оставим в стороне прилагательные термины и все, что касается, так сказать, личности. Меня зовут Павел Николаевич, у вас Ольга Юрьевна. Хорошо, давайте тогда корректно. И все уважаемые, неуважаемые, была или нет. Понимаете, если я сейчас буду говорить все, что я думаю о Государственной Думе и о депутатах, это тоже будет, наверное, неправильно. Поэтому я этого говорить не буду. Павел Николаевич, если можно, несколько вопросов, которые касаются фактов. Как появилась, у кого и как родилась вообще идея этой статьи? Понять не имею. Для этого есть голова журналистов. Понимаете, если у вас работают по-другому, у нас работают в свободном режиме журналисты. Нет, я просто поэтому и спрашиваю. Журналисты работают в свободном режиме. Эта колонка называется специально «Свободная трибуна», где «Свободная тема», где журналисты не МК, подчеркиваю, не МК. Георгий Янс — это журналист не московский на самом деле. В этой колонке выступают только внештатные журналисты, политики, публицисты и другие люди. МК к этой колонке имеет только как бы оприходное значение. Хорошо, еще один, точнее, еще вопрос. Решение о публикации, соответственно, кто принимал? Ну, редактор. Редактор, дежурный редактор. Дежурный редактор. Да, и главный редактор, естественно. Кто придумывал заголовок? Потому что в прессе я, судя по высказываниям вашего заместителя, это был не автор статьи. Может быть. А что это так важно? Просто вопрос-то в одном, и он у меня ровно, наверное, такой же. То есть вы допускаете, что в вашей газете политическая проституция? Я хочу понять позицию газеты, главного редактора газеты. Подождите, или мы с вами говорим по существу, или если мы сейчас будем разбирать, как делается газета, опять же, так сказать, у нас разговора с вами не получится. Нет, Павел Николаевич, по существу, вы обвинили меня в достаточно серьезные репутационные вещи. Обвинили абсолютно необоснованно, не проверив первичную информацию, хотя она находится в открытом доступе. Таким образом, вы оскорбили меня, и вы считаете возможным, допустимым, что на полосах газеты размещается недостоверная информация, наносящая репутационный вред депутату Государственной Думы, женщине, и вы никакой ответственности за это за собой не чувствуете. А кто сказал, что я не чувствую ответственность? Вы чувствуете ответственность? Ну, вы говорите, что вы не имеете отношения к публикациям, вы там их... Это свободная колонка, это не автор МК. Ну, подождите, ну, чего вы сейчас несете-то вот такую, понимаете, сидите, несете, как вы, женщина, уважаемая, и такие вещи несете. Кто говорит, что я не несу ответственность? Я же сказал, и главный редактор. Ну, о чем вы говорите? А тогда какую ответственность вы хотите на себя взять за недостоверную информацию? Никакую, вот вы возьмете закон о связи с массовой информацией и читаете, если вы депутат. Вопрос еще уточняющий. Вы говорите, Георгий Янс, это не штатный автор. Естественно. А как давно вы с ним сотрудничаете? Это вопрос для следствия и прокуратуры. Давайте оставим следственного комитета. Я просто хотел уточнить... Давайте следственного комитета. Больше трех лет. А может, двух лет. Ну, вот до этого его публикации получали общественный резонанс? Вообще, на какие темы он пишет, как правило? На любые. Напомню, в студии русской службы новостей главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и депутат Единоросса Ольга Батальна, которая стала одной из героинь статьи, получившей широкий общественный резонанс в статье в МК «Политическая проституция меняет пол». Мы попытаемся разобраться во всем этом. Через минуту после рекламы продолжим. Помню, в студии русской службы новостей Ольга Батальна, депутат Государственной Думы Единоросса и Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Но теперь к реакции. Давайте к реакции на вот эту статью, появившись на страницах МК. И самая, наверное, жесткая реакция была со стороны Андрея Исаева, депутата Государственной Думы. Вот скажите, пожалуйста, Павел Николаевич, вы подали заявление в СКР и Генпрокуратуру. Требуете госзащиту для автора статьи и редактора, требуете против Исаева возбудить уголовное дело. Чего вы опасаетесь, на чем основаны ваши опасения, когда вы, в частности, вот говорите о госзащите? И уголовное дело, что именно достойно, по-вашему, уголовного дела? Дело в том, что Исаев — это непростой мальчик около пивной, хотя в Твиттере он писал, как раз, наверное, будучи в состоянии несколько приподнятым пятницу вечером. Дело в том, что Исаев... Это ваше предположение, да? Я, вы же видели будущее время, так сказать, такое вот сравнительное. Дело в том, что Исаев не мальчик и не человек, который, так сказать, может себе позволить все, что угодно. Это видный член единой партии, член политсовета, председатель комитета Государственной Думы, человек, который, так сказать, очень ответственный в своих словах. И когда он начинает оскорблять журналистское сообщество, когда он начинает угрожать журналистам, в свое время Павел Грачев, если вы такого помните по молодости лет, значит, Павел Грачев сказал одну фразу, разберитесь с ним, с Дмитрием Холдовым. И спецслужбы разобрались. Был подложен ему чемоданчик, и Холдов был взорван. В данной ситуации было вовсе услышано, сказано, что нужно сделать с этими тварями и мерзкими, и так далее, и тому подобное. Жестко очень нужно с ними поступить. Арматурой или еще чем-то. Я не знаю, что может быть жестче. Может, бита, может быть, так сказать, молоток, может, нож, а может, пуля, тоже жесткая вещь. Может быть, заявление просто тоже в органах. Все что угодно, все что угодно. Это ваша точка зрения, защитника Единой России. А я вам отвечаю, а я вам отвечаю. Так вот, и в связи с этим я не как главный редактор, а как председатель Союза журналистов и председатель комиссии по защите свободы слова общественной палаты, подал заявление в соответствующую правоохранительную структуру. Вот и все. Теперь ваша реакция прошла, Ольга Юрьевна, не на статью, а, соответственно, на то, что написал в Твиттере Андрей Исаев. В желтой газетенке мерзкой, подлой, грязный наезд на трех женщин-депутатов, мерзавцы, сделавшие это, должны знать тут точно. Не забудем, не простим. Ну, в частности, было заявлено в одной из реплик в Твиттере. Вы как расцениваете эти слова? Андрей, в отличие от Павла Николаевича, знает нас достаточно хорошо, и поэтому для него, в отличие, опять-таки, от Павла Николаевича, не составляет труда понять недостоверность этой, собственно говоря, грязной публикации. Она так такова и есть, какую другую можно назвать, если в ней совершенно по ходе, достаточно серьезно обвиняют в политически неблаговидных действиях, словами, которыми вообще, мне кажется, вряд ли можно к женщинам применить, трех женщин-депутатов. Поэтому его первая эмоциональная реакция – это просто обычная нормальная реакция мужчины, который читает в грязь в газете про знакомых ему женщин, про его коллег, и реагирует ровно так же эмоционально в своем Твиттере, как отреагировал бы любой другой нормальный порядочный человек. Только воспаленная фантазия Павла Николаевича позволяет ему предполагать какие-то странные методы воздействия на журналистов, кроме правовых. Потому что ни о чем, кроме как о правовой ответственности журналист, который, собственно говоря, это написал, конечно же, Андрей речи не вел. Более того... Ольга Юрьевна, простите, а что касается правовой ответственности, вот ваш оппонент уже подал заявление в Генпрокуратуру ИСКР на реакцию Исаева. А что сделал Андрей Исаев, или, возможно, вы уже подготовили и подли какие-то документы о защите чести и достоинства? Знаете, чем больше я разбираюсь в этой ситуации, тем больше убеждаюсь, что журналисты в этой ситуации абсолютно крайне лицо. И нет, скорее всего, никакого ни умысла, ни особенной вины журналистов в появлении этой публикации. Потому что публикация не плод журналистского расследования, где можно было бы видеть какое-то вот такое, знаете, влияние журналиста на текст. Это некая компиляция материалов, размещенных в интернете, материалов недостоверных, которые никто не удосужился проверить или каким-то иным образом подтвердить. Слили все, соответственно, потом предъявили... Ну, это не совсем правда. Павел Николаевич, я закончу. Потом предъявили. Ну, да я еще раз повторяю, не говоря даже о других женщинах-депутатах, достаточно поднять стенограмму, ну, две минуты времени, но даже этого не было сделано. Но вот, слыша сейчас реакцию Павла Николаевича, я, собственно, понимаю, что, видимо, это все-таки не вина и не беда журналистов появления этого материала. Поэтому предъявлять к нему сегодня какие-то правовые претензии, значит, сделать его крайним. У меня конкретно к журналисту никаких вопросов нет. Тогда ваши вопросы к кому и ваши личные действия? Вы намерены, ну, судиться с кем-то, подавать? Нет, я, безусловно, не намерена ни с кем судиться. Это, безусловно, останется прежде всего на совести тех людей, кто это сделал, потому что моя совесть чиста, и мне это легко подтвердить, ровно так же, как и моим коллегам. Но меня очень удивляет позиция главного редактора и, собственно, газеты, и, как правильно Павел Николаевич ответил, который возглавляет и Союз журналистов города Москвы, и член общественной палаты возглавляет там комиссию. То есть в его газете размещена грязная, недостоверная публикация о женщинах, но Павел Николаевич чувствует себя в этой ситуации комфортно. И от этого я просто делаю выражение, что аналогичный материал может появиться про любую другую женщину. Дайте ответить. Никакой грязи там не было, никаких оскорблений там не было. Ну то есть сравнить женщину с политической проституткой, не имея на это никаких оснований, на взгляд Павла Николаевича нормально. А Яровая что у нас здесь? Одну секунду, давайте поговорим обо мне, я сижу рядом с вами. Нет, давайте мы поговорим обо Яровой. Давайте мы поговорим обо Яровой. По очереди, пожалуйста. Она была в яблоке, меняла взгляды, мы все описали, все, как она меняла взгляды, как перешла в Единую Россию, как она не могла попасть в депутаты, и что было. Мы все это описали, и все это факты. Это факты, никакой грязи нету, никто никого. А слова великого Ленина о политической проституции никто не отменял, они вошли в историю. Я человек из советского прошлого, я это учил, помнил и знаю. Ленин это говорил своим политическим оппонентам, и он это не имел физиологического никакого. Взяты слова Ленина, которые, так сказать, никакого отношения к физиологии не имеют. Если вы воспринимаете это как физиологию, это беда людей, которые воспринимают все в прямом смысле. Ольга Юрьевна, вас обидели эти слова, обидела эта статья? Любая необоснованная, ничем не подтвержденная обвинение, сравнение, да даже неважно, там, женщины или мужчины. Но вы обиделись или нет? Мне неприятно, безусловно. Павел Николаевич, вы не хотите извиниться? Конечно, неприятно. Я извиняться не собираюсь, потому что в этой статье нет ни единого слова, оскорбляющего тех или иных людей. Если, если, если вы сейчас назвали, что какие-то фразы не совпадают или вырваны из контекста, вот с этим мы будем разбираться. Я не уверен. Надо сначала разобраться, а потом применять эпитеты грязные, оскорбительные и прочее, прочее, прочее. Павел Гусев, Ольга Баталина в студии Русской службы новостей. Мы разлучаемся буквально на минуту. Я напоминаю координаты прямого эфира. Плюс семь, девять, два, пять, сто один, сто семь, ноль. Номер для ваших смс-ок. Русновости.руссайт. Специальная кнопка в правом верхнем углу. И телефон в студии семь, восемь, сто семь, ноль по коду четыреста девяносто пять. В конце часа мы проведем голосование, кого из гостей поддерживаете вы. Напомню, в студии депутат Единоросс Ольга Баталина, одна из героинь скандальной, но уже это так, статьи «Политическая проституция меняет пол» в газете «Московский комсомолец». Здесь же в студии главный редактор МК Павел Гусев. Я сейчас обращусь к сообщениям наших слушателей. Молодцы журналисты МК, сказали правду про жуликов и воров. Девяносто первый пишет. 85-й. Павел Николаевич, вы представляете немало общественных организаций, но это не дает вам права оскорблять женщин, пишет 85-й. Вы хотите, чтобы я ответил? Может быть, вы хотите прокомментировать? Да, пожалуйста, мы не оскорбляли женщин. Ни одного оскорбления женщинам не было в этой статье. Говорилось только о жизненном пути женщин-депутатов. Понимаете, если женщина-депутат, мужчина-депутат стали в Государственной Думе депутатами, они должны прекрасно осознавать, что они стали общественно значимыми людьми. Они находятся под прицелом общественности. Они являются людьми, на которых обращают внимание. И, естественно, они должны прекрасно понимать, что они всегда будут обсуждаемы. И вот об этом пишет Буратино. Депутаты не могут быть ни женщинами, ни мужчинами. Депутаты могут быть только слугами народа. Политик должен подвергаться постоянной критике и не обижаться по половому вопросу. Ведь Исаев, понимаете, Исаев, судя по тому, что он писал, что он заявлял, он заступился не просто за коллег по партии, а именно за коллег женщин. Из Единой России. Ну, он сам Единой России. Поэтому и сказал за коллег. В политике вообще есть деление на женщин и мужчин? Корректен ли здесь гендерный подход, Ольга Юрьевна? Понимаете, беда в том, что для Павла Николаевича обвинение в политической проституции, видимо, так сделанной мимоходом, не является ни оскорблением, как он сейчас сам признает, ни чем-либо другим. Хотя для любого нормального человека любое необоснованное обвинение, тем более такое, я думаю, что, конечно, оскорбительное. И это надо понять. Поэтому, видимо, тут разная какая-то система нравственных ценностей у Павла Николаевича, в частности, и у меня. Это первый. Второй момент. Да, депутаты открытые люди. Они прежде всего отвечают перед законом, перед всей совокупностью законов, которые есть в Российской Федерации. Но факт того, что человек становится депутатом, вовсе не означает, что завтрашнего дня его должны необоснованно обливать в грязью, к нему должны клеить какие-то необоснованные штампы, и должны передергивать его цитаты, должны делать неправомерные выводы из его слов. Об этом ни о чем, собственно говоря. Речь-то тоже вестись не может. Поэтому мы-то настаиваем на одном, что если есть нарушение закона, депутат за это как обязан ответить. А если в данном случае газета считает для себя возможным обвинять в политической проституции депутатов, каким, собственно говоря, совершенно необоснованно, то возникает вопрос... Абсолютно обоснованно. Я еще раз повторяю, Павел Николаевич, для того, чтобы обоснованно в чем-то обвинять, нужно хотя бы первоисточники поднимать. А если это просто компиляция записей блогеров, основанная недостоверным изначально материалом, то это не украшает издание. Но почему вы, если вы обвиняете сейчас, по сути, в клевете, в компиляции и так далее, почему лично вы и ваши коллеги не хотите действовать в правовом поле и подавать встречный иск? Например, сейчас обратился в генпрокуратуру, в СКР Павел Гусев, вы тоже обратитесь, обратитесь в суд. Почему нет? Поясняю. Потому что, еще раз повторяю, я не хочу, чтобы в этой ситуации стал крайним журналист. Поверьте, я, в общем, прочтя этот материал, прекрасно вижу, что нет, еще раз повторяю, в этом материале никакого журналистского расследования. Нет предмета того, о чем можно было бы поспорить журналистам здесь, в суде, в студии или, так скажем, где-то еще, в суде. Поэтому я не хочу, чтобы в этой ситуации пострадали интересы человека, который для меня совершенно очевидно к этой публикации имеет меньше всего отношений. Это его мысли, его слова, его действия. В этой публикации нет, к сожалению, ни мысли, ни слов, в ней, кроме компиляции фактов оскорбления, нет ничего. То есть вы настаиваете, то есть вы считаете необходимым подать заявление на журналисты, правильно я понимаю это ваше слово? Да, я повторяю, что у современной Государственной Думы на сегодняшний день нет степени законности определенной, потому что выборы были проведены с грубейшими нарушениями, что сегодня партия Единой России находится в тяжелом состоянии, что сегодня партия Единой России не пользуется популярностью у людей, что сегодня депутаты из-за этого находятся слегка в истерическом состоянии. И все это вместе вылилось в то, что журналист написал, то, что он считает нужно написать. А то, что вы называете расследование или нет, я вам хочу так сказать, вы не специалист в журналистике. И называть ту или иную статью расследование или нет, это ваша личная субъективная точка зрения, неотносящаяся. Я декан факультета журналистики и могу вам сказать, что, чего и как называется расследованием, что, чего и как называется... Прекрасно. То есть вам, как человеку, который прекрасно в журналистике разбирается, как декану журналистики, не стыдно за грязное обвинение на полосах вашей газеты в адрес женщин-депутатов. Необоснованное обвинение в политической проституции это грязное необоснованное обвинение. И вам, несмотря на это, не стыдно. Значит, ровно то же вы готовы завтра будете написать о любой другой женщине, независимо от того, чем она занимается. 17.30. 17.30 информационный выпуск. 17.33. Это русская служба новостей в студии Ольга Батальна, депутат Единоросс и Павел Гусев, главный редактор московского комсомольца. Обсуждаем вышедшую в МК статью под названием «Политическая проституция меняет пол» и реакцию на эту публикацию. Сейчас я прочитаю сообщения наших слушателей. Подряд их очень много. Плюс семь, девять, два, пять, сто один, сто семь, ноль смс. Керус новости.русайт. В правом верхнем углу специальная кнопка. Некоторые из них я попрошу вас прокомментировать. 97.30 пишет. Это месть МК за то, что Дума хочет запретить рекламу интим-услуг в СМИ, а МК только на этой рекламе и держится. Кажется, я это читал еще у Исаева. Что скажете, Павел Николаевич, по поводу вот таких версий? Неправильная версия. МК не держится на рекламе интим-услуг. А скажите, а я тогда просто для себя уточню. Скажите, а вот 44 объявления, которые я в последнем номере МК нашла, примерно следующего содержания. Досуг мулаткин, досуг студентки, досуг негритянки. Это какого рода услуги рекламирует МК? Подождите, пожалуйста, депутаты ввели закон по запрету объявлений? Безусловно. Если вы знаете, есть 37-я статья о законе о средствах массовой информации. А вы читали закон о средствах массовой информации? Я не знаю, но известно, а вы, наверное, не очень. А в 37-й статье вы помните, о чем говорится? Павел Николаевич, ну вы скажите, вы помните, как у нас сегодня есть запрет? Так вот я вам еще говорю, это реклама. Закон о рекламе вы сначала говорите. Мы сейчас с вами говорим о законе о рекламе. И о законе о СМИ, о том, что у нас есть специализированные средства массовой информации, в которых это допускает. А я еще раз повторяю, что закон о рекламе это дело допускает. Это раз. Второй момент. Ряд этих объявлений специально публикуется для правоохранительных органов, которые постоянно накрывают различные манили. Немноговато для правоохранительных органов. И третье я вам хочу сказать, что эту площадь газета сдает рекламному агентству. Павел Николаевич, а вот вы очень правильную тему подняли. Скажите, а вы готовы вместе с нами, как председатель комиссии профильной в общественной палате, выступить с автором поправок, которые запретят рекламу интимных услуг? Мы тогда можем рассчитывать на ваше содействие? На полную поддержку. Спасибо большое. Я надеюсь, что тогда мы поправим эту ситуацию. Дальше. 58-й. 58-й пишет, он извиняется, во-первых, за журналиста. Женщины бежать нельзя. Женщин жалко. Написал 58-й. Стрелков. Публичные люди, говорит, должны быть готовы не только к формальным оскорблениям, но и к прямым. Специфика работы, утверждает Стрелков. Ветров пишет. Подавать. Это к вам, кстати, Ольга Юрьевна. Вы, говорит, Ветров не хотите подавать в суд или в органы компетентные, чтобы не нарыли еще больше нелицеприятных историй и высказываний. Вы знаете, совершенно невозможно нарыть какого рода высказывания или истории. Объясню почему. Почему? Потому что абсолютно, коллеги правые, мы готовы к такого рода проявлениям, но просто не считаем их допустимыми. Поэтому не проходим просто мимо молча. Поэтому, поверьте, наши биографии изрыты и влево, и вправо, и со всеми там родственниками, и боковыми, и любыми ответвлениями, и блогерами, и журналистами. Поэтому, если этого сегодня нет, то этого уже и нет. Поэтому, поверьте, это никак не является какой-то там основанием для необращения. Дело в том, что все, что изрыто, перерыто, но Пехтин появился буквально несколько дней назад. Там и Совет Федерации появился еще несколько дней назад и так далее. Ну, это же не в судебном порядке было выяснено, это правильно было вскрыто блогерами. Подождите, ну, вскрыто или не вскрыто, но вы говорите, все перерыто. Нет, не все перерыто. Я говорю о том, что не может являться. И будем искать. Конечно, конечно. И это важнейшая задача и журналистов, и тех людей, кто занимается тем, чтобы наши с вами чиновники и законодатели были самые чистые и лучшие люди. Кстати говоря, я ни разу, ни разу в нашей беседе с вами, вот вы все время оскорбляете журналистов, а я в нашей беседе ни разу не сказал, там, партия таких-то и таких-то, да, известное из речения, потому что так не считаю, потому что я считаю, что не все там такие люди. Есть очень много порядочных людей, и я их знаю. Видите, а я бы мог тоже... Знаете, я никогда не позволяю себе оскорблять журналистов, но если мы имеем дело с недостоверной информацией, я называю ее недостоверной информацией. Ну, поверьте, это не моя точка зрения. Помимо прочего, Павел Николаевич, это еще и мои слова, которые я способна и сказать, и оценить, и прочитать. И было бы хорошо это делать до публикации, а не после. Это просто говорило бы о высоком уровне мастерства, наверное, руководства газеты. Нет, это уровень мастерства есть, потому что в этой статье приводятся конкретные факты. Конкретные факты, но эти факты, к сожалению, основаны не на фактуре исходной, а на передергивании блогеров. Никаких передергиваний нету. То, что Яровая была членом партии Яблоко, это известно. Ладно, раз вы опять к Яровой, ну, коллеги, слушайте, ну, еще раз повторяю, конечно, если единственное, что вы сегодня... Там две трети, две трети написано о Яровой. Тут очень много... Павел Николаевич, извините, очень много реплик наших слушателей, вот, например, такого рода. Если Гусева, как журналисты назвать проституткой, ему понравится, пишет 0,9, чем политическая проституция... Ну, и тут Денис тоже о том же самом. Вот спрашивает о самом термине. Насколько это оскорбление или нет? Я считаю, что если есть повод, то журналистов можно назвать политической или иной проституткой. Почему нет? Это все-таки обидное слово из речения оскорбления, вы признаете это? Я признаю это не как обидно и оскорбительно, а признаю как фактор, который характеризует того или иного человека. Если он постоянно меняет свои политические взгляды. Но в негативном ключе. Ну, конечно, я не думаю, что Павел Николаевич считает преимуществом. Не преимущество, конечно, это, так сказать, естественно, есть нотка отрицания. Негативная характеристика, нотка отрицания, но не оскорбление, Ольга Юрьевна. Если мы собираемся вести лингвистический спорт, то, конечно, наверное, стоит проводить разницу между оскорблением, негативной оценкой. Мы говорим о другом. О том, что в этой публикации необоснованно и недостоверно женщин сравнили с политическими проститутками. Что для кого-то оскорбление, для кого-то неприятное сравнение. Наверное, для наших мужей, детей и родственников это больше, чем оскорбление. Ольга Юрьевна, понимаете... Каждый мерит свои колокольни. Но, с другой стороны, ведь решение о том, что это действительно недостоверно, должен принимать суд. Разве нет? Мне кажется, дело не в суде. Если бы мы с вами сейчас говорили о каком-то очень сложном, запутанном факте, который бы требовал детального изучения, я вам говорю о своих словах. И эти слова находятся в открытом доступе. И если не выдергивать из них цитаты и сознательно, умышленно не передергивать их смысл, а прочитать текст выступления, то для этого не нужно обращение в суд. Понимаете, это нормальная работа журналиста, если есть желание это сделать. Дело не в том, что приведены цитаты, а дело в том, какова трактовка поданных цитат. А, вот самое главное. Журналист. Что такое журналистика? Ликбез. Это ощущение внешнего мирозвания внутренним сознанием журналиста. Вот и все. Вот это что. И его трактовка. Журналист по закону о средствах массовой информации имеет право трактовки тех или иных фактов и событий. Дело в том, что в статье не изложены какие-то вкусовые ощущения. В статье, под которой подписывается в том числе и главный редактор, за которую ему не стыдно, в которой женщин сравнили с политическими проститутками, полностью искажен смысл конкретных слов. Не дана оценочная какая-то там высказывание и так далее. Здесь сказано, что моя точка зрения изменилась на диаметрально противоположную. Скажите, у меня вопрос к вам обоим. Почему, на ваш взгляд, дискуссия идет на повышенных тонах, практически в истерическом ключе? У меня нет истерии. Абсолютно никакой. Ну, здрасте. Ну, реакция Исаева того же самого. А, Исаева. Реакция Исаева, реакция эмоциональная, высказанная им в своей социальной сети. Поэтому, еще раз повторяю, это первое ощущение человека, прочитавшего такого рода материал. Я думаю, что если вы... Так ведь Исаеву можно в социальных сетях говорить что угодно, а кому-то нельзя социальные сети брать и из них что-то брать. Вот вы его за социальные сети оправдываете, а нас за социальные сети ругаете. Нет, одну секунду. Но ведь первый же сказал Янсов в своей статье про политических проституток. Разве нет? А Исаев сказал Б. Он сказал А. Исаев эмоционально реагировал на статью. Дело в том, что нет. Естественно, была сначала статья, а потом была реакция Исаева. Но Исаев должен понимать с высоты своего поста, как и что нужно говорить. Помните о законе о средствах массовой информации. Ни один политик на Западе, в Европе, не позволил бы в отношениях с журналистами, даже если бы там была полная ложь, так говорить. Для него это была бы политическая смерть. Ни один главный редактор в Европе не пропустил бы материал, не обоснованно называющий бы депутатов политическими проститутками. Дело в том, что в этом материале абсолютная правда и объективность. Нет ни одного слова лжи. Это все, что касается Яровой и других девушек, полностью правда. То, что вы говорите, это выдернутые фразы, вот мы и будем разбираться. Если можно, Ольга Юрьевна, уточняющий вопрос. Вы оправдываете слова и реплики Андрея Исаева его эмоциональностью. Я правильно понимаю? Безусловно. А вы поддерживаете то, что он написал, или нет? Я считаю, что это нормальная реакция мужчины, который прочитал. А при чем тут мужчины? Речь идет о депутатах. Вот многие задают и вам, в том числе, вопрос. Реакция мужика у пивной дать помощь. Нет, подождите. Нормальная реакция. Речь идет о депутатах или о женщинах? Вот кто вы в Думе, спрашивает Кочегар, женщина или депутат? Я была есть и остаюсь женщина-депутат. По-другому не получится. Я женщина, которая сегодня исполняет депутатские обязанности. И это не дает никому право необоснованно обливать грязью, по сути говоря, препятствовать осуществлению депутатской деятельности. Потому что репутационные риски в политической деятельности, в деятельности журналистов, на мой взгляд, являются одним из ключевых. Поэтому для меня важно, чтобы безосновательно ни депутатов, ни женщин, которые занимаются другими видами деятельности, в средствах массовой информации, необоснованно ни в чем не обвиняли. И тем более не допускали таких сравнений, как политические проститутки. Такие сравнения будут всегда, потому что у нас очень многие депутаты, особенно в Единой России, постоянно меняли до этого свои взгляды. И сегодня они подлаживаются под систему, под власть. И именно такое название и характерно для многих сегодняшних политиков. Я считаю, что ни одного оскорбительного высказания в этой статье не было. А Исаев поступил по-хамски, поступил как абсолютный хам у пивной. И он заслуживает порицания. И я думаю, что у нас в обществе, к сожалению, очень много нездоровых людей. И людей, которые с нарушенной психикой есть. Которые после его слов, уважаемого депутата, могут взять жесткую, как там написано, жестко будем, взять арматуру, дубинку и жестко молотком отметить журналистов. Но это, безусловно, не просто домыслы, на мой взгляд, просто какие-то очень опасные домыслы. 600 журналистов погибли в России, и практически ни одного дела расследования не было. Вы сейчас в прямом эфире призываете к экстремистским действиям. Я бы на вашем месте остановилась и задумалась. А я бы остановился тоже, потому что вы меня обвиняете в том, что я не говорил. Я обвиняю вас исключительно в одном, в том, что на полосах вашей газеты появилась оскорбительная, недопустимая публикация в отношении женщин-депутатов. Я считаю, что ни одного оскорбления там нет. Сейчас мы разлучаемся на короткую рекламу, и я сразу запущу голосование. Вот с кем вы из гостей есть? Кого вы поддерживаете? Чью позицию? Ольги Баталиной, 916-55-81, 916-55-81, Павла Гусева, 916-55-82. Не забывайте набирать код 495. Голосование продолжается. Через минуту после рекламы ваши звонки. Эфире «Русская служба новостей». Радио РСН. Так, мы уже в эфире. Одну секундочку. Дискуссия просто продолжалась. И Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца, очень важную, на мой взгляд, мысль сказал по поводу Андрея Исаева. Если бы Андрей Исаев в Твиттере или каким-либо другой форме, в спокойной, взвешенной, политически оформленной форме, сказал о том, что он возражает просто такой публикации, он ее считает оскорбительной для депутатов, тем более женщиной, что он считает, что там есть какие-то факты, которые нужно было бы или проверять, или он бы хотел бы, чтобы их проверили, то незамедлительно мы бы отреагировали положительно на такую реакцию. То есть мы бы стали рассматривать, что мы сделали не так. Но после того, как он в хамском виде оскорбительно отозвался о журналистах, о газете, где он был автором, кстати говоря, и довольно часто выступал, Исаев, то после этого, конечно, было только одно заявление в соответствующей структуре. То есть, несмотря на претензии к этой публикации, со стороны, собственно, фигурантов, которые в этой публикации есть, вы не рассмотрели на литочке этот материал? Ну вот сейчас есть претензии от Ольги Баталиной. У вас претензий не было. Вот вы сейчас сказали свои претензии, они будут обязательно рассмотрены. Голосование. Напоминаю, с кем вы по итогам нашей дискуссии? Потому что эфирное время уже заканчивается. Вы с Ольгой Баталиной, тогда набирайте 916-55-81, код 495. Вы с Павлом Гусевым. Ваш номер 916-55-82, 916-55-82, код тот же 495. И ваши аргументы 788-107-0. За кого вы из гостей и почему? 788-107-0. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Чуть-чуть потише приемник сделайте и прошу ваши аргументы. Кого вы поддерживаете? Я в стране Павла Гусева. Почему? Вот, эти депутаты достали. А как вас зовут? Так, ну подождите. Ну это не аргументы. 788-107-0. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Андрей. Андрей, прошу. Вы за чью позицию и почему? Я за Гусева. Прошу ваши аргументы. Нет, а женщины, они всегда переворачиваются. Что переворачивается? Куда, как? Давайте так. Они переворачивают позицию, в принципе, жизненную, мущественную на женскую. Андрей, простите, вы читали эту статью? Да, вы знаете, да, было дело. А вы... В интернете, правда. Вы следили... Ну, она и там, и там была опубликована. Вы следили за судьбой политической, упомянутых там фигуранток или нет? Не скажу, чтобы особо следил, но отслеживал. Да, отдельный момент. И вы, и ваш вывод после прочтения этой статьи? Мой вывод один. Женщины, депутаты, они имеют возможность переворачивать все с ног на голову, а мужчины, они действительно такие вот, относительно трезвые. Они вот, что им кажется, так и говорят. То есть, среди мужчин политических проституток нет, по-вашему? То есть, Андрей Исаев как мужчина был прав? Нет, вы знаете, среди мужчин тоже есть не очень корректные люди, но женщины, они гораздо больше себе позволяют в вольности. Андрей, да, а пример давайте, или вы приведете нам упомянутые в статье примеры? Ну, какие примеры? Ну, мы все видим, вот, показывают квартиры, какие-то еще там доставки. Женщин депутатов? Ну, откуда? Ну, зачем? Ну, кому и почему? Андрей, да, спасибо. Ну, прошу, ответьте, Ольга Юрьевна, это в адрес не только ваша вообще женщин, политиков, я так понимаю. Нет, я так поняла, что это в адрес вообще всех женщин. Ну, есть, конечно, некоторые, наверное, различия между мужчинами и женщинами, и, наверное, есть и какие-то вопросы, в которых мы не очень хорошо понимаем, друг другу. Но мне кажется, что в вопросах чести, порядочности, в вопросах репутации мы должны быть едины. Поэтому, если сегодня оскорбляют женщин депутатов, завтра оскорбят женщин бизнесменов, послезавтра там женщин журналистов, не должно быть этого, на мой взгляд. Если ты совершил правонарушение, если ты совершил поступки, несовместимые законы, ты за это должен отвечать. А вот так, чтобы походи на тебя выливали ведро грязи, я не думаю, что это вообще допустимо. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Вы уже в эфире, представьтесь. Алло. Так, кто-то звонит первый раз и, видимо, не знает, что сразу попадает в прямой эфир. Здравствуйте, представьтесь. Алло, да, меня Александр, да. Александр, прошу коротко, ваша позиция, за кого вы и почему? Да, моя позиция такая. Павел Гусев полностью прав. Я очень хорошо знаю семью Исаева, знаю Андрюшу давно. Он вообще-то... Но мы сейчас не его обсуждаем. Да, мы не его обсуждаем, конечно. Но правильно вот в чем позиция. В чем? В том, что Исаев, если бы не поднимал вот это, он сам-то еще мужчиной назовется. Вот. Я ответил за то, что он мужчина. То есть реакция должна была быть другой. И тогда бы все было... Конечно, реакция... Я вас понял. Спасибо, спасибо, Александр. Извините, просто время эфирное поджимает. Я успеваю лишь подвести итоги голосования. По итогам сегодняшней дискуссии. 24,2% аудитории Русской службы новостей поддержали Ольгу Батальну. 75,8% поддержали Павла Гусева. Я благодарю собеседников. Ольга Батальна, депутат Госдумы Единоросс и Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца. Я признательна всем тем, кто поддержал мою позицию. Потому что я считаю, что если каждый из нас не будет проходить мимо публикации, в которых есть необоснованные обвинения, то я думаю, что отношения будут в обществе чистить. Павел Николаевич, тогда и вам 15 секунд, чтобы подвести итоги. Я считаю, что депутаты должны на критику и на статьи, где говорится о их деятельности, реагировать вежливо и, если им что-то не нравится, подавать в суд. Впереди реклама, после чего рубрика «В движении», где едете, что видите, 788-107-0.